Всем привет! Не смог удержаться и решил поделиться данной новостью. Все дело в том, что 20 мая Apple выкрутила свое новое обновление под названием 13.5. И с данным обновлением Apple не только исправила ошибки, за которых во время воспроизведения потокового видео мог отображаться черный экран, но и добавила новый баг. Ситуация дошла до того, что даже Яндекс опубликовал данную информацию у себя на сайте. Пользователи iPhone и iPad начали массово сообщать о проблемах, возникших при работе девайсов. В частности, на Купертиновских устройствах перестали запускаться приложения. В соцсетях по этому поводу появилось очень много жалоб. Баги наблюдаются с попытками открыть приложения YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter, LastPass. По правде сказать, уже несколько знакомых обратились ко мне с данной проблемой. У них не открывался YouTube и WhatsApp. И все бы ничего, ведь проблема решается просто. Удаляете свое приложение, заходите в App Store и повторно его устанавливаете. Но в случае с WhatsApp, если вы не делали до этого резервную копию, вы потеряете свою переписку. Забегая вперед скажу, я ради теста сделал резервную копию WhatsApp, а она у меня почти 45 гигабайта, после чего попытался восстановиться. Данные действия вы можете наблюдать на экране прямо сейчас. Ни много ни мало восстановление заняло целых полтора часа. Это при том, что у меня интернет с 500 мегабитной скоростью. Плюс WhatsApp глючил и не хотел восстанавливаться. Писал, якобы у меня в iPhone недостаточно памяти. Жесть, короче. Поэтому хочу поделиться способом, как избежать данную проблему. Первое. Берем ваш iPhone. Удалять проблемную программу не надо. Второе. Заходим в настройки. Основные. Затем хранилище iPhone. Здесь выбираем нужную программу. В данном случае у нас WhatsApp. И нажимаем на нее. Здесь выбираем сгрузить приложение. Тем самым приложение как бы удаляется с телефона, но его внутренние данные остаются. Теперь переходим на основной экран вашего iPhone и нажимаем на WhatsApp. Оно загружается. Вуаля! И открывается со всеми сохраненными данными. Приятного использования. И берегите свои данные. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok